Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поделиться с вами воспоминаниями об Индии востоковеда Владимира Иванова. Владимир Иванов был выдающимся иронистом XX века. Он окончил восточный факультет в Санкт-Петербурге и тяготел к научной работе. Даже устроился в Азиатский музей. Но события 1918 года застали его по пути в Бухару. И там он решил, что поедет в Персию. Оттуда он уже перебрался в Индию, где прожил 39 лет. И прежде чем перейти к описанию Индии в его воспоминаниях, я коротко расскажу, как он туда попал. Владимир Алексеевич Иванов родился в 1886 году в семье военного врача. В 1899 году он поступил в 4-й класс в Тарскосельской гимназии, где учился очень хорошо. Однако в своих воспоминаниях он пишет, цитата, «Гимназия мне вспоминается одним бесконечным серым холодным днем. Я очень уставал от сидения на уроках и слушания ответов малоуспевающих учеников». Владимир Иванов был очень умным мальчиком. Его мать приложила большие усилия к тому, чтобы привить ему любовь к музеям, к науке, к истории, к географии. И в 1907 году он поступил на Восточный факультет в Санкт-Петербургский университет на отделении ирамистики. Кроме персидского языка он также изучал арабский, турецкий и в течение трех лет изучал санскрит с профессором Щербатским и профессором Вароном фон Стальгальштейном. Как он отмечает в своих воспоминаниях, Индия была одной из причин, из-за которой он увлекся изучением Востока. Тем не менее, работой всей его жизни стало изучение персидских рукописей. Возможно, причина его отказа от изучения письменного наследия Индии кроется в следующих строках. Цитата. «Санскритская литература слишком обширна, чтобы изучать ее всесторонне. Из-за большого количества письменных материалов, которые не всегда отличаются высоким качеством, независимо от того, сколько вы работаете, всегда остается что-то неизученное». Конец цитаты. После окончания университета в 1911 году Иванов устроился работать в отделении учетно-судного банка Персии в отдаленный персидский городок Бирджан на юго-востоке Персии. Работа в маленьком захолустном отделении банка поставляла ему много свободного времени для полевых исследований и научной работы. В 1914 году Иванову выпал шанс сделать небольшое путешествие в Индию, которым он, конечно, воспользовался. Он сел на пароход до Бомбея и во время плавания с помощью врача-индуса немножко подучил Хиндустане. Процитирую его воспоминания о Караче. Цитата. «Пристали к Караче в десятом часу вечера, и я сейчас же сошел на берег, чтобы увидеть сказочную Индию. Но я увидел только копию захолустного английского порта с портовыми постройками, пыльными улицами и кажущимися грязными от сырости стенами домов. Так все это и осталось до 1962 года, когда я пробовал там восемь месяцев». Конец цитаты. А что же ожидал, собственно, увидеть Владимир Алексеевич? Он пишет, что у него с детства были разные мечтания об Индии. Как отмечает сам Иванов, все началось с того, что в трехлетнем возрасте мать пробовала рассказывать ему кое-что из истории. И рассказ о хождении за Треморья Тверского купца Афанасия Никитина в Индию всегда казался ему очень увлекательным и интересным. Однако уже в первую поездку его мечтания и грезы начали рассеиваться. Когда пароход прибыл в Бомбей, Иванов и там не нашел той Индии, о которой мечтал. Цитата. «Мы причалили днем. Бомбей казался нарядным, но никакой сказочной Индии там не было. Пошел в бомбейское азиатское общество, но у них оказалось всего 30 персидских рукописей. Меньше, чем у меня самого, и при том неинтересных». Конец цитаты. Из Бомбея Иванов направился в Калькутту, где располагалось Российское генеральное консульство. В Калькутте Иванов работал над некоторыми персидскими рукописями в библиотеке Бенгальского азиатского общества, старейшего востоковедного общества в мире, основанного в 1784 году. Из Калькутты Владимир Иванов отправился в Бенарас, где нашел кусочек той самой сказочной Индии, о которой грезил в детстве. «Единственным красивым и индийским впечатлением было вот что. Уже смеркалось, и по узкой базарной улице двигалась процессия, впереди которой несли балдахин, скорее палатку, из зеленого шелка, освещенную изнутри. Я спросил, и мне сказали, что под балдахином возвращается из храма какая-то махарани, княгиня». После он отправился в Лакнау. И Владимир Алексеевич отметил, что из-за своей архитектуры и образа жизни Лакнау выглядит как мусульманский город, а не индуистский. Иванов искал повсюду рукописи. Он ходил по базарам, его водили по домам разных людей. Иногда ему удавалось найти что-то интересное среди фрагментов и откровенного мусора. Вот, например, он рассказывал в случае, как его привели к одному человеку, врачу, и тот провел его в комнату без стульев и исчез на час. Иванов уже начал испытывать раздражение, как вернулся хозяин и пригласил его в соседнюю комнату. Цитата. «В углу была куча всякого мусора. Владелец снова исчез, но скоро вернулся с длинной палкой. Это действительно очень раздражало, но вдруг хозяин начал выкапывать рукописи из кучи мусора палкой. Были интересные находки, и поэтому мой визит не пропал даром». Конец цитаты. Другой описанный им же случай навевает более тяжелые мысли. Цитата. «Мы отправились в пригород, в старый обетшалый дом. Мои проводники отвели меня на какую-то кучу земли и начали кричать. На крыше появилась девочка примерно восьми лет. На ней была очень длинная чадар, завеса, которую носят мусульманские, женщины, когда выходят на улицу, и огромные тапочки, которые на ее ногах выглядели как лыжи. Она подошла к краю крыши и пригласила нас подняться на крышу, где было безопаснее. Затем она отвела нас в пустую комнату, где был только один чарпай. Так индусы называют своего рода кровать или скамейку с сиденьем из переплетенной веревки. Девочка в своей мантии со шлейфом и лыжных тапочках прошла за занавеску в соседнюю комнату и принесла небольшую пачку бумаг. Все вокруг выглядело таким безнадежно бедным, и я начал изучать бумаги, намереваясь купить хоть что-то, если это было возможно. К сожалению, то, что она принесла, было полным мусором. Фрагменты, как называют их книготорговцы. Я с сожалению отдал девочке бумаги. Она нырнула за занавеску и вернулась, неся в руках нечто маленькое. Это была относительно новая рукопись Корана. Покупать ее не было смысла. Это было последнее, что эти люди могли предложить для продажи. Ветер поднял занавеску. Там стояла исключительно высокая пожилая женщина, Биби. Видимо, девочка надела ее чудо и тапочки. Я достал из кармана пять рупий и приготовился уйти. Мои проводники бесстыдно бросились к старухе, чтобы потребовать от нее комиссионных. Наблюдать это было крайне неприятно. Конец цитаты. Побывал Владимир Иванов и в Агре, и в Дели, и в Лахоре. В Лахоре он познакомился с Мухаммадом Акбалом. И очень интересно почитать его впечатления от этой встречи. Цитата. Поехал в Мабрицар, священный город Сикхов, в Лахор, который и теперь еще остается центром литографской промышленности, хотя по-персидски печатает мало. Там я навестил прогремевшего в те времена адвоката Икбаля, писавшего философические вирши. Меня уверяли, что он большой знаток, в кавычках, суфизма. Но я был очень разочарован в его малой осведомленности, и он свернул на политику. Почему русское правительство преследует мусульман? Я спросил его, откуда он это выкопал? Мы тоже газеты читаем. Какие газеты? Я ему объяснил, что мусульман как таковых никто не преследует в России. Но если они поступают не по закону, то они несут такую же ответственность, как и другие. Скифки на мусульманство нет. Он что-то мямлил, и я прекратила разговор. Впечатление было убогое. Его писания быстро вышли из моды, и, по-видимому, ими сейчас мало кто интересуется. Конец цитаты. Владимир Иванов отмечал случаи великодушия и щедрости среди людей, с которыми его сталкивала судьба. Так один человек, предлагавший Иванову купить у него некоторые рукописи, при вращении начал отсчитывать деньги. Владимир Иванов удивился, зачем он это делает. На что тот ответил. Вы сами знаете, что у нас сейчас пост, рамазан, и у меня дома ничего не готовили. Так возьмите эти деньги, поезжайте в самый лучший ресторан, и покушайте от меня. Иванов денег, конечно, не взял, но был тронут. А вот другой случай. В деканском Хайдарабаде Иванов пригласил к себе в отель несколько ученых Бохров выпить чаю с пирожными. Они выпили чаю, с удовольствием съели пирожные. А когда гости ушли, Владимир Иванов спустился вниз в кассу расплатиться. Кассир денег не принял, сказав, что гости уже за все заплатили. Когда Иванов пошел к одному из них, тот наотрез отказался принять деньги, сказав, что вы здесь гость, а мы здешние. Поэтому мы должны угостить вас, а не вы нас. Еще один интересный случай, извините, обычай, который был принят в Хайдарабаде, и с которым Владимир Иванов столкнулся уже после своего окончательного переезда в Индию, но тем не менее расскажу о нем сейчас. Цитата. Несколько слов о некоторых обычаях в Хайдарабаде. В 1926 году я отправилась в Хайдарабад, чтобы купить книги, а мой друг пригласил меня встретиться с представителями местной интеллигенции. Я прибыл вовремя и прошел через обмен всевозможными любезностями. Затем внезапно все 20 гостей встали и ушли. Остались только хозяин, его родственник и я. Я спросил, в чем дело. Они заверили меня, что ничего не случилось, гости выпили свой чай и поэтому ушли. Тем не менее, это показалось мне странным, и я стал наводить справки. Выяснилось, что в соответствии с Хайдарабадским протоколом гостям, приглашенным на чай, следует выпить только одну чашку чая, а затем удалиться. Оставаться дольше считается невежливым. Когда я возразил, что во всем мире люди собираются вместе, чтобы встречаться друг с другом и обмениваться мнениями, а не просто выпить чашку чая, мне ответили, что это их обычай и изменить его они не могут. После этого я никогда не принимал приглашение на чаепитие. Конец цитаты. Из-за обострения политической обстановки в мире, планы Иванова дальше продолжить свое путешествие по Индии и посетить другие города не смогли осуществиться, и он повернул обратно в Персию, оттуда вернулся в Петербург. В Петербурге дела у него не складывались, к тому же давало о себе знать малярии, которую он подхватил в своем путешествии. Все труднее и труднее становилось с едой, и весной 1918 года Иванова отправили в командировку в Бухару. Однако на момент оформления командировки в Петербурге ничего не знали о громадном восстании в разных местностях Туркестана в 1916 и 1917 годах. Эта информация была засекречена. И когда Владимир Иванов добрался по Волге и Каспийскому морю до Красноводска, стало ясно, что о продолжении запланированного пути не может быть и речи. Владимир Иванов скупо пишет, что положение было трудное. Ехать обратно в Петербург было и трудно, и бессмысленно. Единственный возможный выход был податься в Персию. В Персии устроиться Иванову было довольно сложно, потому что как раз до этого была засуха и урожай был не очень хороший. И по прибытии в Мишхет он обнаружил, что русские, как консульские, так и банковские служащие и торговцы, отрезанные от России, с трудом держались, продавая ковры и другие свои вещи. Найти работу было практически невозможно, но ему повезло, и он смог устроиться переводчиком в армию Британской Индии. Он был прикомандирован к отделу наемного транспорта в Мишхеде. Прослужив два года в Британской армии, Иванов вместе с ними снова оказался в Индии, в Калькутте. Там он устроился в Бенгальское азиатское общество, где проработал до 1930 года. Нужно сказать, что его не были там рады видеть. Цитата. «Меня индусы и мусульмане приняли с нескрываемой враждебностью. Вокруг меня образовался как бы сомкнутый фронт. Как он может претендовать на знание персидского языка, когда он даже, выделено самим Ивановым, когда он даже не может свободно говорить на урду? Все были твердо уверены, что меня приняли только потому, что я белый, то есть европеец. Такое отношение сохранялось на протяжении всего периода работы Иванова в азиатском обществе. Помимо того, что ему платили очень небольшие деньги, его угнетала нездоровая атмосфера внутри самого общества. Цитата. меняла неизвестность явно надвигавшегося антианглийского движения, осложненного к тому же враждой не только между индусами и мусульманами, но и разных трений, счетов между разными подразделениями и внутри этих больших групп. Индусы в азиатском обществе приходили в бешенство от мысли, что деньги общества тратятся на приготовление и печатание персидских и арабских каталогов, а мусульмане от того, что уплачиваемые мне деньги не падают в их карманы. Было нетрудно примечать постепенно нараставшую остроту ненависти. Конец цитаты. Кроме того, Иванова очень возмущала нечестность служащих в библиотеках и наукных собраниях. Цитата. Одна из самых неприятных особенностей быта, с которой я должен был сразу столкнуться, было возмутительное отсутствие самых элементарных понятий о честности. Среди и сколоров. Так туземные ученые называли себя английская скола, которая им трудно было произносить двумя согласными в начале слова. В самом начале работы, конечно, мне понадобились справки в книге Брокельмана в своде каталогов арабской литературы. И я затребовал эту книгу. Когда мне вручили оба томика, и я открыл их, то ужаснулся. Внутри почти все страницы были вырезаны и украдены. И сколоры вместо того, чтобы делать выписки и заметки, просто вырезали нужные им страницы. И это, конечно, сделал не один какой-нибудь негодяй, но это был установившийся обычай. Библиотекари «Лайбрари Бабуу». Очевидно, знали об этом, но умалчивали, не замечали. Конец цитата. Еще один интересный случай, связанный с библиотекой и рукописью, написанный Владимир Алексеевич. Когда он только приехал в Индию, то ему предложили работу по каталогизации рукописей в Хайдарабаде. Иванов, конечно же, с радостью принял предложение, но он 17 лет ждал ответа на свой запрос, так как ему всегда отвечали, что вопрос рассматривается и ответ будет на следующей неделе. И в чем же была причина такого 17-летнего ожидания? Цитата. Причина такой ненормальности обстоятельств была очень простая. Его возвышенное высочество, Хайдарабадский Низам, считавшийся самым богатым человеком в мире, был хорошим знатоком персидского языка и писал вирши на нем. Он был большим любителем хороших и редких рукописей и страдал манией их собирания. Он брал почитать в кавычках все ценные и редкие рукописи из всех библиотек своего государства и даже выманивал из частных коллекций и, конечно, возвращать почитав не собирался. Только от него зависело мое назначение, но он был не так прост, чтобы не сообразить, что местные жители мулки о его проделках знают и надоедать ему побояться. Но если за дело возьмется человек с ветру, иностранец, он может поднять шум, обнаружив пропажу ценной рукописи и ее придется отдать. Вот почему я должен был терять 17 лет в бессмысленном ожидании. Поэтому он, он нелогично, систематически откладывал свое решение до следующей недели. Конец цитат. В 1928 году Иванов оставляет службу в бенгальском азиатском обществе и в 1931 году находит работу в Бомбее в общине исмаилитов и работает над исмаилитскими рукописями до 1959 года. Владимир Иванов оставил после себя воспоминания, заглавленные «50 лет на Востоке». Читать его воспоминания это, конечно, одно удовольствие. Он хороший рассказчик, он подмечал разные нюансы, примечательные мелочи, описывал архитектуру, обычаи, нравы, уклад жизни, флору и фауну. Вот, например, его замечание относительно фикуса. Всякий знает, такое комнатное у нас растение фикус с толстыми, большими, неприятными листьями. Так там, в Калимпонге, перед самым моим окном был фикус большое дерево, полтора этажа вышиной. Меня интересовало узнать, цветет ли оно и какими цветами, но я так и не добился толку. Конец цитата. К сожалению, жизнь его не была легкой, он постоянно жил в условиях нехватки денег и шаткого положения в обществе, хотя в 1928 году он принял британское подданство. Он был одинок, и делом всей его жизни были рукописи и их каталогизация. Не могу не отметить его вклад в дело изучения исмаилизма, одного истечения ислама, шрифского толка. В XX веке в этой области произошел настоящий прорыв, и большая редкость, когда столь значительный прогресс происходит благодаря усилиям одного человека. Однако в случае Владимира Алексеевича Иванова как раз такой. Прорыв в изучении исмаилизма произошел как раз в индийский период жизни Владимира Иванова. В 1931 году ему было поручено исследовать историю и учения исмаилизмов на основе их литературного наследия. Начало современных научных исследований в области исмаилизма можно возвести непосредственно к публикации Королевским Азиатским Обществом в 1933 году каталога исмаилизмских сочинений. Каталог был составлен Владимиром Ивановым и включал около 700 наименований. В том же году Иванов учредил в Бомбее ассоциацию по изучению ислама, покровителем которой стал имам исмаилитов. К сожалению, позднее эта ассоциация выродилась в одной из тех обществ, где собираются на совещание и говорят красивые речи, однако ничего не делают для просвещения и распространения знания. Иванов был очень недоволен таким оборотом дела и в 1946 году организовал исмаилизмское общество в Бомбее, которое занималось распространением научных работ, печатало каталоги и переводы исмаилизмских текстов. Сейчас библиотека рукописи, которая была собрана Ивановым в Бомбее, хранится в Институте исследования исмаилизма в Лондоне. Иванов прожил в Бомбее до 1959 года, и когда он уже переехал в Тагеран, климат которого больше подходил ему по здоровью. Именно в Тагеране он составил свои воспоминания, опираясь на заметки и дневники, которые, по-видимому, он хранил всю свою жизнь. До конца своей жизни он продолжал работать с рукописями, которые ему присылали из Индии. умер Владимир Иванов 19 июня 1970 года в возрасте 83 лет и похоронен на русском кладбище в Тагеране. На этом я, наверное, буду завершать свой рассказ о Владимире Иванове. Я, конечно, очень много не рассказала о том, что он писал об Индии. Он очень много путешествовал, он был довольно непривередлив в быту, поэтому останавливался совершенно в разных местах, объяснил практически всю Индию. И, учитывая, что у него было, по сути, два путешествия в Индию, одно в 1914 году первое путешествие, а второе уже 39-летнее в 1920 году и до 1959. Вы понимаете, как мне было сложно выбрать, что именно рассказать об Индии и биовоспоминать. В 2019 году был опубликован на русском языке воспоминания Владимира Иванова «50 лет на Востоке», которые я очень рекомендую к прочтению и очень приятно их читать. Благодарю за внимание. Татьяна Георгиевна, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вы не смотрели, вот у нас в петербургском филиале архива Академии наук есть письма, которые писал Владимир Иванов своему учителю Федору Павловичу Щербатскому из Индии в 20-е годы. Там есть очень интересные вещи. Вообще у меня сложилось впечатление, что он был, конечно, человек такой желчный и довольно ко всему очень критично относился. И когда после этого долговременного пребывания в Калькутте он, по-моему, уже совершенно осатанил от индийских нравов и всего прочего. Потом мне кажется, что поскольку все-таки его областью занятий была именно мусульманская культура, то он усвоил еще такое мусульманское отношение к индуизму, потому что он писал Федору Политовичу, что это многобожие его раздражает и вообще много, много чего. Федор Политович ему писал, что, знаете, вот, может быть, вы, если бы вы обратились, может быть, к каким-то высокоученым пандитам, всяким духовным очень брахманам, вы бы изменили свое мнение, а тот ему отвечал что-то вроде что, да обращался я к вашим пандитам и брахманам, тоже шарлатаны все и жужели, ну, что-то в таком роде, но, тем не менее, я думаю, что, может быть, эта переписка вам будет интересна, но, к сожалению, архив закрылся, этот, и закрылся, видимо, на год или, как минимум, или больше, почти, но, если вы мне оставите свой имейл в чате, я, если вдруг мне попадется в своих, моих каких-то старых тетрадях выписки из этих писем, я бы их вам переслал с удовольствием, спасибо, очень интересно, вам большое, спасибо, я обязательно вам оставлю свои контакты, потому что мне очень интересно почитать письма Иванова, да, они, скорее всего, будут тоже очень желчными и полными язвительности. У меня вопрос, если можно. Спасибо большое, безумно интересно, потому что письма из Персии я опубликовала, Иванов один из наших поставщиков, он собирал коллекции в Иране для музея антропологии и этнографии, присылал, и в том числе он писал, что ему удалось собрать очень хорошую коллекцию фотографий, вот причем в провинциях Ирана, и все это поступило до революции в музей, а потом отношения не очень складывались, потому что он предлагал свои услуги как собиратель, в Индии, и ему отказали, но скорее всего потому, что две наши экспедиции как раз там работали и много чего собирали, и вот у меня вопрос по вашим замечательным источникам, нет ли у вас каких-то более детальных воспоминаний, как он спасал коллекции Нервортов в Калькутте, вот, потому что сейчас я как раз работаю над темой возвращения этих коллекций по дипломатическим каналам, и Иванов как раз из тех людей, которые начали первыми бить тревогу, и он писал и в Академию наук, писал и Щербатскому, писал и в МИД, предлагал свои услуги, в конце концов из коллекции частично и в Калькутте были вывезены. Вот, может, у вас есть какие-то детали? Потому что письма, конечно, у него трагически отчаянные вот этого периода 18-19-го года, но результат был. Вот, если у вас есть подробности, мы просто будем счастливы. Вы знаете, сходу я вам не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, но я еще раз внимательно посмотрю его воспоминания и другие источники, которые у меня есть, и если я что-то найду, я бы сюда очень-очень сбралась к этому покажу. Спасибо большое. Успехов! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok